Надежная смена. Сегодня в Запорожье состоялся областной этап конкурса юных инспекторов дорожного движения. Побороться за звание лучшей, которое и будет представлять регион на всеукраинском уровне, собралось 12 команд. Среди них, говорят организаторы, есть фавориты, однако этот турнир всегда может преподнести сюрприз. Кстати, таковым можно считать и возможную базу для соревнований ЮИДа Украины в нынешнем году. Есть шанс, что ею станет именно Запорожская область. На целый день детская железная дорога стала большой площадкой пропаганды безопасного дорожного движения. Здесь собрались юные инспекторы из всех районов области. Запорожье представляет команда из 110-й школы. Ее название СТО, а в дивизии говорится, что эти ребята надежная смена. Капитан, пятиклассница Кристина Андрякова уверена, шансы на победу у них есть. Мы много готовились, мы еще молодая команда, у нас все получится. Все 12 коллективов ЮИД – победители своих зональных соревнований. Впрочем, в нынешнем году есть исключения. Команду Молочанской школы позвали на областной этап за волю к победе. Вообще у нас в течение года проходят все мероприятия. Эти мероприятия проводятся вместе с сотрудниками ГАИ. Мы ведем профилактическую и пропаганду правил дорожного движения. Запорожский областной конкурс ЮИД, говорят старшие наставники юных инспекторов, уже 38-й по счету. В программе «Теория правил дорожного движения», соревнования «Юный регулировщик», «Юный пропагандист», «Вилла эстафета» и едва ли не самый важный этап «Навыки оказания медпомощи». Победитель региональных стартов будет представлять Запорожье на всеукраинском уровне в сентябре этого года. Руководство ведомства пока определяется с местом проведения. Я знаю о том, что один из вариантов в департаменте ГАИ в Киеве рассматривается также территория и нашей области. У нас курортная зона есть, где достаточно мест, которые могли бы принять и все украинские соревнования. По словам сотрудников ГАИ, фаворитами конкурса по праву считаются команды из Запорожья и Мелитополя. Однако, говорят инспекторы, конкурс на то и конкурс, что всегда может преподнести неожиданный сюрприз.